Погнали! Добрый день, это Яков Фаин, канал «Будни Америки». Сегодня у нас диалог очередной, и сегодня у нас гости из далекой арабской страны, которую я вообще не знаю, и разговаривал с ней примерно секунд десять перед началом записи этой программы. Добрый день, Аня. Добрый день, Яков. Ну и вы находитесь в Объединенных Арабских Эмиратах, это все, что я знаю, правильно? Да, я нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, если быть точным. Если быть точным, в Дубае. Давно вы там мучаетесь, в Дубае? Почти четыре года. И каким же образом вы там оказались, в этом городе Дубае? Мой муж, он получил джоп-офер, он программист, получил джоп-офер в одну компанию, и, собственно, мы переехали сюда. Вот так и оказались. И из какого города? Из Москвы. Мы оба учились, да, на физтехе, и, собственно, приехали сюда. И вот получает муж направление в Дубае, и вы при муже, если вы закончили физтех, наверняка вы человек активный, и вам, наверное, тоже надо было понять, чем заниматься в этой стране, да? У вас такой, наверное, вопрос перед вами стал, так? У меня был очень большой вопрос, потому что мы не понимали до конца, как долго мы здесь останемся. Все-таки Дубай, сегодня контракт есть, завтра его нет, все-таки я шла замужем, вот, поэтому мне как-то, я не искала прям работу конкретно, потому что мы не понимали, насколько мы останемся здесь, вот. Ну и это все тот же контракт и все тот же работодатель вашего мужа? Нет, он уже сменил другое место работы, нашел другое место работы, собственно, вот. А это достаточно просто в Дубае, то есть разве работа или рабочая виза не привязана к работодателю? Она привязана к работодателю, но он программист, и это очень просто здесь, потому что, когда я искала работу, я не программист, я искала работу по профилю investment banking, и это было просто нереально сделать, потому что все хотят опыт именно в эмиратах. Вот, поэтому так сложилось, что... А каким образом вы занимались investment banking, если вы же учились в физтехе? Ну, на физтехе у нас все-таки математика, в первую очередь. Я училась на факультете, где было не столь физика, не столь программирование, сколько экономика, инновационная экономика, и, собственно, после этого я пошла работать в банке. Вот, и когда я сюда уже приехала, я не нашла работу, ну и как-то, честно, не особо искала, и, да. И вообще в целом, ну, мы поговорим о том, в результате, кем вы стали и чем вы занимаетесь, находясь в Дубае, но буквально два слова. Я никогда не был в Дубае, люди приезжают, многим это нравится. Какое ваше впечатление об этом городе? Это лучший город для жизни, в настоящий момент для меня. Я много где была, и если мы говорим про плюсы, которые здесь присутствуют, это, в первую очередь, безопасность. Здесь можно спокойно гулять, не бояться забыть телефон, тебе обязательно принесут. Никто не его не ограбит. То есть безопасность на высшем уровне – это первое основное преимущество. Второе – все-таки уровень жизни здесь на невероятно высоком уровне. Ну, то есть он… Здесь все дорого, разумеется, но также можно… Есть где потратить деньги и жить с очень хорошим комфортом. Да, но ведь это совершенно чужая для вас культура. Вы не выглядите, как восточная женщина. Я понимаю, почему вы спрашиваете. Дело в том, что Дубай – это самое… Эмираты в целом, самый светский, наверное, самое светское государство из всех арабских. Потому что здесь 80% экспатов. Очень много компаний имеют здесь офисы, и поэтому они ориентируются на экспатов, открывают… Ну, даже вот если сравнивать с другими странами, они спокойно продают алкоголь. Ну, то есть это такой очень важный момент для арабской страны. Не обязательно покрывать себя женщинам, если она европейской внешности. То есть вы идете по улице, вы не одеваетесь как-то специально, чтобы вас не видеть? Нет, конечно. Нет? Нет, нет. Ну, здесь я стараюсь, точнее, я и всех своих подруг стараюсь убеждать, что нужно уважать страну. Ну, то есть где-то должен быть баланс. Меня никто не заставляет носить абаю, то есть покрывать голову полностью, колени, щиколотки и запястья. Но при этом, разумеется, я не пойду дальше пляжа в шортах. Ну, или с таким плечом, как я вижу сейчас. Вот с таким можно. Можно пойти по улице? Конечно. Я только что пришла, собственно, с улицы и с таким можно. У меня длинное платье в пол, и поэтому ничего там страшного нет. Вот. Но я имею в виду откровенно такие наряды, хотя вот вечером можно увидеть вполне... Разумеется, запрет касается государственных организаций. С таким видом я не пойду в суд, на работу, нет, конечно. То есть у нас вечер сейчас, если я пойду в аут, куда-нибудь в ресторан, это весьма прилично. То есть здесь очень больше светское государство, оно ориентировано на экспатов в том числе, по той причине, что если будет очень много запретов, люди же здесь живут с семьями, они хотят чувствовать себя комфортно, они здесь зарабатывают деньги, они здесь же их и тратят. Поэтому стараются быть более convinced, чтобы было комфортно всем. Ну и, естественно, из главного минуса, наверное, то, что мне приходит в голову, это погода, температура, жара. Так? Да. Летом, начиная с июня, даже с мая, невыносимо жарко. То есть даже вечером... То есть вы не выходите на улицу вообще летом? Днем нет. В летнее время днем нереально выйти максимум до машины, до такси и дальше уже пойти в молы. Но есть кондиционеры абсолютно везде, все оснащено переходами. И даже здесь есть автобусные остановки, которые оснащены кондиционерами. А сейчас? Вот сегодня у нас 11 марта. Какая сейчас погода на улице? Сейчас самый лучший сезон. Сейчас уже можно купаться. Ну, я думаю, что днем, наверное, 30 максимум. Вечером прям свежо. То есть месяц назад приходилось носить пиджак, чтобы не замерзнуть вечером. Сейчас уже вполне комфортно. У нас в Майами такая же примерно погода сейчас, как у вас. Вот. Здорово. И вот вы приезжаете туда, вы понимаете, что в инвестмент банкинг вас не возьмут, ну или крайне сложно попасть. Но вы же не можете просто сидеть дома и смотреть телевизор, правда? Правда. И? Что я решила? Я решила открыть свой YouTube-канал. и решила изучать нутрициологию, потому что, ну, мне всегда нравилась медицина, но понятно, что я не могу сейчас позволить себе отучиться в медицинском вузе, там, 7 лет. И мне это было очень интересно. Нутрициология – это как диетология. Это наука о здоровье, о питании. И я решила пойти на курсы Ассоциации профессионалов фитнеса. Это российская школа сертифицированная. Я отучилась на нутрициолога и на спортивного нутрициолога. Сколько вы учились этой специальности? Мне кажется, полгода. Это примерно полгода было. Ну, полгода что значит? Полгода два раза в неделю по два часа или более интенсивно? Я сейчас не вспомню. Мне кажется, более интенсивно, потому что было очень много материалов для самостоятельного изучения и также много домашнего задания. Конечно же, я выложу свое видео. Конечно же, я оставлю ссылочки на ваше видео, на ваш канал в Ютьюбе. Но объясните мне вот что. То есть у нас все между нами общего, и у вас и у меня есть канал в Ютьюбе. Вот, пожалуй, и все. Вы хотите все-таки каким-то макаром сделать это предприятие коммерческим, правда? Чтобы вашими услугами пользовались, за это оплатили, which is fine, это нормально. Кстати, вы говорите по-английски в Дубае или как вы общаетесь? Да, здесь не обязательно, кстати, арабский знать. Все на английском общаются. Хорошо. Ну и вот сейчас мы поговорим о том, о чем это вообще наука. У нас есть люди здесь, которые называются nutritionists. Это оно? То, что вы называете нутрициолог? Да. Да, то есть nutritionist. Я знаю, в своей жизни я никогда не пытался похудеть, сидя на какой-либо диете. Но, конечно же, с возрастом у большинства людей появляется лишний вес, и мне хотелось его сбросить. Единственное, что я делаю, я делаю то, что называется интервальное голодание. То есть, ну, по крайней мере, у меня есть перерыв часов в 15 между ужином и завтраком. Вот и все. Больше я ничего никогда не делал. Если бы я встретил диетолога или, как вы говорите, нутри... Как правильно сказать по-русски? Нутрициолог. Нутрициолога. Да, нутрициолог. Первая мысль у меня была бы какая? Первое – недоверие. То есть, скорее всего, это вряд ли мне подойдет и вряд ли я смогу это сделать. Но, хорошо, давайте я не буду забегать вперед. Вы можете прокомментировать то, что я сказал? У вас, наверное, тоже люди, с которыми вы встречаетесь в первый раз, наверное, тоже так настроены примерно или нет? Нет, ко мне приходят люди, которые конкретно уже знают, что им нужно это. Нужен человек, который поможет изменить пищевые привычки, поможет настроить диету. Диета – я не люблю это слово. Именно питание, режим питания, для того, чтобы они достигали свои цели. И, разумеется, если они ко мне приходят, то уже немножечко хотя бы ориентированы на свою цель. Откуда, если вы помните, во-первых, когда вы начали этим заниматься, предлагать свои услуги на YouTube? Когда? Ну, я не на YouTube, а у меня больше как хобби. А вы в Instagram в основном? В Instagram по знакомым. У нас здесь российская комьюнити очень большое. И друзья через друзей я нахожу подопечных. Ну, вот, допустим, вы можете вспомнить, кто был первым вашим клиентом? Да, конечно. И это был мужчина, женщина? Кто это был? Это был мужчина. И как вы ему помогли? Я ему помогла. Это очень долгая история, потому что я до сих пор, мне кажется, ему... Он рассчитывал, что если он нанял меня как специалиста, то я буду за него худеть. А все-таки здесь 80% — это его успех. Понимаю. То есть вы не можете худеть за каждого клиента? Нет, не могу. У вас просто ничего не останется. Да, я была, честно, огорчена, но я была неопытная. Я сейчас за таких людей даже не берусь. У меня сейчас есть задания, которые люди выполняют. А если они не выполняют их, ну, значит, им я не нужна. Значит, им не нужно это в принципе. Тут вы касаетесь одного такого момента, который, в общем-то, более можно его обобщить на любую вещь, которую вы хотите. Например, человек хочет бросить курить. Он хочет бросить курить или он решил бросить курить? Тут огромная разница. Я вам расскажу буквально два слова, как я в свое время бросил курить. Я думаю, что существуют некие аналогии с вашим предметом. Это было еще в Киеве тогда. И в Киеве это было, я не помню, когда это было. Но это были 80-е годы. И мне сказали, что вот в такой-то поликлинике появился человек, вы к нему пойдете на один визит, и все, и вы бросите курить. Пошел я и еще два человека, мои коллеги по работе. Мы пошли туда. Там было нечто похожее на гипноз, может быть, что-то еще другое. И он нам сказал в конце этого сеанса, он говорит, я сделаю так, что у вас не будет физической потребности курить. Остальное, говорит, только от вас. Ваша задача только не взять сигарету просто для социальных нужд. Вы где-то в компании, может быть, выпили, может быть, просто с кем-то поговорить. Если вы этого не сделаете, вы курить не будете. И вот я это сделал. Я не курил никогда. Ну, не никогда, я потом, может, через какое-то время сигары я пробовал. А вот эти два человека, которые были со мной, у одного жена рожала как раз. И вот я вижу его сигареты. О, я вот так нервничал, у меня жена рожала. Поэтому я взял. Все, он начал курить опять. Другой человек, у него было как... Он пошел на выставку, тогда была выставка в Киеве. Я помню фотографию в США. Он пошел туда, тогда еще не было американских сигарет в продаже. Он пошел туда, и его угостили Малбор. Ему пачку подарили Малбор. И он взял, ну, думаю, одну попробую, попробовал. Ну, и как тебе, да, не хотелось? Ну, я все равно, в результате он начал курить. То есть в вашей ситуации, ваши клиенты, у них тоже, наверное, человек, который имеет лишний вес, он, конечно, хочет похудеть. Наверняка. Но хотеть похудеть и решить похудеть – это две большие разницы. И вот как вы можете это прокомментировать? Что должен человек чувствовать, чтобы у него получилось, работая с вами, похудеть или не получилось? Я вижу здесь принципиальную разницу. Все-таки, когда бросаем курить, это именно либо да, либо нет. Что-то среднего не дано. А если мы худеем, то это достаточно долгий процесс изменения пищевых привычек. Это не так, что мы бросили есть. Это степ-бай-степ мы меняем пищевые привычки. Но вот этот вот толчок, который должен произойти, я из своего опыта видела несколько мотиваций. Как люди к этому приходят. Из позитивной мотивации я очень хочу, не знаю, выйти замуж. Для этого я должна быть стройной и так далее. Я очень хочу быть здоровой. Также есть негативная мотивация, которая выглядит следующим образом. Ну, у меня завтра будет сахарный диабет, если я ничего не сделаю. Возможно, у меня будут проблемы с сосудами. В любой момент это может выстрелить. А вдруг не будет? Ну, это уже может и не быть. Но риски, мы же знаем, что риски повышаются. У нас ожирение, оно является причиной многих болезней. Мы даже не представляем себе. Поэтому, ну как, мотивация здесь очень-очень... А, и опять же, люди не верят в себя. Они часто пробуют все. И уже, ну, я уже все перепробовал. Я уже не знаю, что же мне еще делать. То есть это немножечко, конечно же, расстраивает. То есть человек перепробовал все, и ему кто-то из ваших знакомых или каким-то другим каналам говорят, вот, есть такой человек Анна. У меня получилось, может быть, у тебя получится. Пойди попробуй. Он уже 10 раз пробовал с разными специалистами. Почему вы считаете, что у вас получится, когда человек уже пробовал несколько раз? Как вы поднимаете ему мотивацию? Что вы делаете вообще в этом плане? Ну, часто, когда люди пробуют, у них не хватало, возможно, знаний, правильного подхода. Люди сидят на диетах краткосрочных, они голодают, и потом набирают все обратно по эффекту йо-йо. И они боятся, потому что они помнят этот опыт. Они реально похудели, но они ничего не ели. Ну, условно ничего не ели. На самом деле, этот процесс похудения, когда, допустим, знакомая одна рассказывает своей знакомой, что она похудела, в принципе, тоела все, но она просто грамотно подошла к подсчету калорий, к изменению своих пищевых привычек, и вот он результат. И она оставляет свой результат на всю жизнь, потому что ей уже... Ну, это не краткосрочный процесс. Можно ли сказать вот что? Я не очень верю в то, что человек может провести всю свою жизнь, считая калории, ведя конкретный учет в аппликейшенах или на листике бумаги. Можно ли сказать так, что нужно начать только этим заниматься, а потом через некоторое время оно будет автоматически. Вы уже не будете считать калории, вы просто будете знать, что вам есть или не есть, и когда хватит. Конечно, именно так оно и происходит. Если люди ведут всю жизнь эти дневники пищевые, то это уже больше похоже на артероксию. Они не могут жить без этого. Артероксия – это уже расстройство пищевого поведения. А по большому счету достаточно, кому-то достаточно неделю посчитать, и уже внутренний калькулятор будет оценивать тарелку. Люди начинают понимать, сколько примерно находится на тарелке. Им не нужно это считать. И, в принципе, понимание приходит буквально через неделю, кому-то через месяц. Я считаю, что, опять же, месяц – это хорошее время, чтобы уже изменить пищевые привычки. Одной недели недостаточно. И все, и люди уже понимают, что я лучше откажусь от этого в пользу чего-то более полезного. Им не нужно считать калории. И тем не менее, вы говорите, у человека бывает разная мотивация. Например, есть девушка, у которой есть лишний вес, и она хочет выйти замуж. И она, как вы сказали, понимает, что ей нужно сбросить вес, иначе у нее шансов мало. Ну, как мы говорим, она на маркете. На маркете – женихов. Интересно. Она уже не на маркете. И вот она следует вашим всем советам, она питается правильно. И вот она встречает Васю. Вася – крутой парень, они полюбили друг друга, и они поженились. Она ушла с маркета. Ей уже не надо искать женихов. Зачем ей продолжать выйти на вашей диете, если Вася ее и так любит? И дети уже родились. Я не знаю, я не могу вот это прокомментировать. Я думаю, это до поры до времени, пока она снова не поймет, что нужно... То есть вы думаете, Вася ее бросит, и она опять будет на рынке? Я, конечно же, не думаю. Я все-таки не коуч по отношениям. Я не в курсе этих тонкостей. Но здесь все-таки... Но это, на самом деле, в вашем деле, мне кажется, должна быть очень важной темой. Первое – мотивировать человека, чтобы он это делал. А второе – чтобы эта мотивация не пропала. Ну, конечно, если вы не знаете вот эту, скажем, Машу, которая вышла за Васю, она ушла, и все, вы потеряли с ней всякие контакты, вы не знаете. Но мне кажется, это одна из важных вещей, когда пропадает у человека мотивация, и вот тогда он набирает вес опять. Ну, такое случается, конечно. Но люди, которые уже один раз это прошли, они прекрасно знают. Я даже по себе могу сказать. Я, бывает, расслабляюсь. Но у меня, конечно, я не расслабляюсь на плюс 10-5 килограммов. Но я прекрасно думаю, окей, сейчас в празднике ничего не случится. Я знаю, как обратно прийти в форму, и в этом ничего страшного совершенно нет. Я думаю… Есть еще одна вещь, которая может, должна как бы мотивировать людей избавляться от лишнего веса. Я не знаю, пользуетесь ли вы этим в своих занятиях с людьми, в своих рекомендациях. Но COVID-19 у нас… Я читаю уже в Америке во многих источниках связь. То есть, вы же знаете, раньше была большая смертность. Особенно была смертность у тех, у кого были еще какие-то заболевания. Не просто COVID, а еще что-то. И вот лишний вес на сегодня, это считается одним из основных… Одной из основных причин, почему люди умирали – от COVID. Если бы у них не было лишнего веса, они бы не умирали от COVID. И я не знаю, вот это, мне кажется, может быть тоже сильной мотивацией для людей, чтобы лишнего веса у них не было. Вы можете это тоже использовать, мне кажется. Потому что это реально прямая связь. Прямая связь. Избыток веса, диабет и так далее. Что вы скажете? Я вот просто вспомнила действительно, когда у нас были новости на Галф Ньюс, что выпустился, выписался самый юный пациент, COVID-пациент из госпиталя. И я еще не открыла, то есть чисто заголовок прочитала. Я думаю, ну, однозначно там ребенок с ожирением. У меня такая мысль была. И я открываю, действительно, действительно так и было. У меня были точно такие ситуации, когда я слышал, что кто-то умер из молодых, я сразу же, у меня был автомат, наверное, толстый. Хорошо, теперь скажите мне, вот что. Что является человек, каково вы считаете человек с лишним весом? Надо ли считать вот этот body mass index или как-то по-другому? Вы можете сказать по-простому, чтобы все люди, которые нас слушали, для себя прикинули, у меня есть лишний вес или нет лишнего веса, или у меня он окей, или я совсем. У нас есть, у нас говорят разные слова по-английскому, например, extra weight или overweight – это одно, лишний вес. А obese – это жирный уже вообще. Это уже полезно. Это уже, да, они, это все привязано к, они привязывают это к body mass index, к расчетам, там есть некая цифра. Но вы как, вы как, какие задачи вы ставите? Вот вам пришел человек, вы смотрите на него и спрашиваете, сколько ты весишь, какой у тебя рост, то все, и какая твоя цель. Какие рекомендации вот здесь, может быть, это еще и с возрастом связано, какие переменные вы знаете, которые могут вам сказать, что Вася Форточкин, ему нужно сбросить вес или, может быть, и не нужно? Ну, нужно или не нужно – это все очень индивидуально, потому что кто-то, находясь в, условно, на нижней границе, ближе к нижней границе нормовой массы тела, стремится вот как раз к этой границе, находясь, будучи уже в нормальном теле. И я абсолютно уважаю мнение, окей, я могу помочь. Ни в коем случае я не помогаю. Часто девушки молодые обращаются, у которых уже дефицит массы тела, и они нуждаются во мне. Я таких сразу, ну, как бы, я не беру на себя много. Это анорексия называется, да? Это анорексия называется. И это вопрос не питания, это вопрос расстройств пищевого поведения. То есть здесь уже к врачу нужно обращаться. Опять же, всем, если человек уже имеет лишний вес, и он пришел ко мне, то, разумеется, я буду помогать. Ну, и вот если мы говорим про BMI, индекс массы тела, то, конечно, на него стоит обращать внимание. И более того, я скажу людям, то есть я всем говорю, иметь незначительный лишний вес, то есть если мы говорим про немного избыточный, да, это нормально, и многие люди с этим живут комфортно. Но если мы говорим про ожирение, первой, второй, третьей степени, то здесь уже нужно бить тревогу и заниматься собой. Просто обязательно, потому что могут быть серьезные последствия для здоровья, о которых мы только что говорили. Я вообще, мне, то есть слава богу, у меня нет особо лишнего веса, у меня есть там какой-то лишний вес. Но я когда смотрю на полных, сильных людей, мне их, честно говоря, жалко, потому что если у человека 50 килограмм лишнего веса, к примеру, 50 килограмм, то у меня в голове сразу же, вот он взял два ранца, один повесил впереди 25 килограмм ко мне, и второй сзади, и вот он всегда так ходит. Что хочется этому человеку – сесть или лечь? Ему очень тяжело, ведь так? Да, это очень тяжело. Я не представляю, как можно носить на себе столько много. Я не знаю, я не знаю, почему люди не готовы. Какой, чем вы гордитесь вообще в своей профессиональной деятельности как диетолога? Какой у вас, вот если бы я вам сказал, ну, покажи мне Васю или Машу, которым ты гордишься, чтобы получилось хорошо. Да, я горжусь. У меня есть несколько примеров. Самый, наверное, хорошо, яркий. У меня была девушка на консультации полтора месяца назад, и она 110 килограммов. Она очень была, как по-русски, очень расстроена в растрепанных чувствах, в упадке, в упадке. Она не знала, с чего, за что взяться, как начать, не чувствовав в себе никаких сил. И здесь у нас такая с ней синергия получилась, потому что я подхватила ее, замотивировала, и ей тоже нужно было это очень. Потому что вопрос стоял про здоровье. Все-таки 110 килограммов – это уже не столь про внешние китостатические вещи, а именно здоровье. Она молодая мама, ей очень нужно быть счастливой, красивой и активной. И мы с ней занимались раз, два раза в неделю. Я ее вела прямо за ручки, и она выполняла все задания. Она очень большая молодец, потому что я могу быть безумно классной, могу дать все, что я знаю, все, что могу, собственно. Но если человек не дисциплинирован, ну как бы здесь я бессильно. И, собственно, у нас получилась, опять же, синергия, мои знания, мой опыт, моя мотивация, ее желание, ее дисциплина, все, что она делала, потому что она и ела, контролировала все, что она ест. Она очень много стала двигаться. Но она похудела на сегодняшний момент 7 килограммов. Это очень хороший результат. И главное, что сейчас она еще других людей тоже мотивирует на это. Я знаю, что у нее уже вошло в привычку все, к чему мы шли, и она уже стоит на рельсах. И, собственно, я знаю, что она достигнет дальше своей цели. Вот я ей горжусь. А вы не боитесь навредить человеку? Конечно, боюсь. Дело в том, что вы не врач. У вас нет профессионального медицинского образования. И когда вы говорите, ешь это или ешь что, вы совершенно не знаете, что у каждого конкретного человека происходит в организме. Какая здесь есть грань? Какая есть вероятность того, что вы навредите человеку по здоровью своими рекомендациями? Во-первых, мои рекомендации, они не касаются очень жестких запретов изменения пищевого поведения, пищевых привычек. Это ни в коем случае не запреты каких-либо групп продуктов. Я ни в коем случае не говорю людям, что им нужно есть. Мы работаем с тем, что они любят есть, что они привыкли есть. Давайте, чтобы было более понятно. Приведите какой-нибудь пример. Я не хочу сделать так, что я у вас на приеме. Но допустим, мы с вами уже поговорили, пообщались, во мне что-то узнали о том, как я ем, как то-се. И в результате вы мне что-то порекомендуете. Приведите мне какой-либо пример рекомендации, которую вы можете дать какому-нибудь клиенту. Я поняла. Сразу хочу заметить, отметить, что я никогда не даю prescription, то есть я не даю каких-либо меню, что тебе нужно. Рецепт вы не даете. Да, рецепт. Я никогда не даю. Человек мне выдает то, что он ест, и я уже даю рекомендацию. Например? Спрашиваю. Вот, например. Хорошо, ты заметила, что ты ешь очень много хлеба. Готова ли ты сократить на следующую неделю вместо четырех кусков хлеба? Есть три. Хорошо. Готова ли ты заменить сметану на греческий йогурт? Готова ли ты отказаться? Там не четыре финика есть, а два. А как ты смотришь на то, что... Не готова. Она говорит, без хлеба я чувствую себя ненасыщенной, и у меня слабая. Мне нужно есть хлеб. Вот здесь вопрос. Там обычно не только хлеб, да? Обычно что-то еще. И мы смотрим, я просто смотрю, где можно уменьшить калорийность безболезненно. Если человек вот категорично, нет, я не хочу от хлеба отказываться. У нас же есть не только качество, у нас еще есть количество. Собственно, как... Хорошо. Ты... Тебе почему ты любишь есть хлеб? Потому что я ем салат, я не могу есть салат без хлеба. Если мы оставим хлеб только с салатом, это окей? Да, это окей. Ну, то есть обычно какая-то причина все-таки стоит за такой особой тягой и любовью к чему-то. И мы пытаемся найти компромиссы. Потому что где-то нужно найти безболезненное снижение калорийности. Вот в этом заключается суть работы, изменить пищевых привычек. То есть один из вариантов, насколько я понимаю, это вы рекомендуете есть то, что вы едите, но в меньшем количестве. Например, не целый, не большой кусок хлеба, а половину. Да, и еще качество тоже можно менять. Люди не понимают, что не всегда даже догадываются, что можно что-то заменить на другой продукт без потери вкусовых каких-то ощущений. И вот я как раз на это интересолог, что я могу дать такие подсказки, что люди не будут получать... Я вам еще, например, такой контраргумент, который могли бы ваши клиенты вам предъявить. Некоторые люди, даже не некоторые, многие люди, которые приезжали в Америку, в гости, например, или которые считают, что они знают что-то об Америке, они могут высказывать мнение, что в Америке некачественная еда. То есть ее много, но она некачественная. Люди, которые живут здесь долго, ну, как я, они улыбаются, когда это слышат, в Америке нет голодных. То есть еда будет для всех. Но ты можешь купить батон белый за один доллар, а ты можешь купить буханку, которая, она может быть тоже белая, она может быть темная, из каких-то цельных зерен, за шесть долларов. В Америке есть все и есть качественная еда. И если, к примеру, вы будете говорить с человеком, у которого ограничены финансы, вы его спросите, ну, допустим, вы меня спросите, Яков, какой ты ешь хлеб? Я говорю, вот белая булка, багета, вот доллар она стоит в Walmart. А вы мне советуете, ты знаешь, лучше ходи в Whole Foods магазин и лучше покупай там по шесть долларов буханку. А я говорю, Аня, спасибо, конечно, вам большое за совет, но я не могу тратить шесть долларов, равнобуханку хлеба. А один могу. Что же будем делать? Ну, я пока не очень понимаю, зачем менять хлеб за доллар на хлеб за шесть долларов. Потому что в хлебе за доллар будет чисто обработанная белая мука, которая вредна и которая быстро усваивается и превращается в какой-то лишний вес. Я так думаю, может, я не прав. Нет, не совсем так. А в хлебе, который из Whole Foods, нет, как они называются? Whole Grain они называются. Да, цельнозерновые. Цельнозерновые. Окей. Вода, может быть, мука более качественная. Что, у меня неправильное понимание хлеба? Вы мне хотите сэкономить пять долларов на буханке уже? Очень хочу. Уже хочу. Слушайте. Действительно, так и есть. Разница в том, что действительно второй хлеб за шесть долларов, он, скорее всего, больше обогащен пищевыми волокнами, клетчаткой. Возможно, он не будет содержать. О, Боже, этот злостный глютен такой сейчас тоже модно. Но и там, и там углевод в основном. И один грамм углевода четыре килокалории. И неважно, из чего он. Из серого хлеба, из белого или еще из чего-то. Совершенно не имеет значения здесь. Ну, опять же, я не специалист, но что-то я края муха слышал, что мука, если чисто, я не знаю, что они с ней делают, чтобы она была совсем белая, или что они делают, чтобы она была не совсем белая. Та, которая не совсем белая, она вроде бы как полезна. Не так? Да, еще раз. Она полезнее, потому что содержит именно пищевое волокно fibers. То есть больше их в цельнозерновом хлебе. В этом, конечно, польза присутствует. Но на весе это никак не отражается. Если я ем 100 грамм хлеба того или другого, это все равно. Если и в том хлебе, и в том одинаковое количество килокалорий на 100 граммов, то на весе это никак не отразится. Ну, вы знаете, я все равно буду покупать за 6, потому что он вкуснее. И вот тут у меня уже ничего не стоит. Ну, это ваше же предпочтение, конечно. Если вы любите, то нужно есть то, что вы любите. Но все-таки, чтобы общить мой вопрос, вы когда даете рекомендации, вы спрашиваете, что у тебя в кошельке вообще? Или вы будете рекомендовать черную икру ложками каждое утро? Люди обычно выдают мне свой пищевой дневник, то есть записи, все, что они едят. Ну, разумеется, если я вижу, человек каждое утро ест икру ложками, то это на самом деле не имеет значения. Можно составить здоровый рацион из совершенно простых продуктов. у меня очень много людей из России, и у них присутствует сезонность, сезонность на овощи. Вы в Майами, мы в Дубае, мы имеем со всего мира овощи, фрукты круглогодично. Там, конечно, приходится уже подстраиваться, и здесь даже не столь вопрос в цене, сколько в доступности именно разных фруктов, овощей. Да, но вот, например, сейчас у нас здесь во Флориде сезон клубники. Если мы возьмем клубнику с поля, с местного, то это будет клубника, а если мы возьмем ту, которая приводит почему-то к нам из Калифорнии, потому что это большая или там из других мест, потому что это большая сеть магазинов, и у них поставки централизованы, то это будет деревянная клубника. Но клубника есть всегда, конечно же. Но мы говорим о вкусе, об удовольствии. А как насчет алкоголя? Как насчет винишко вечером за ужином? Что скажете? Все есть лекарства, все есть яд. Вопрос меры. То есть вы не запрещаете мне пить красное вино за ужином? Спасибо. Это отдельное спасибо. Моя жена будет слушать, и я думаю, что для меня теперь есть еще один аргумент. Не то, что я пытался прекратить. Конечно, я знаю меру, потому что если я выпью много вина, я же не смогу смотреть сериал, после ужина. Вы же понимаете? Понятно. Как вы работаете? Ну, естественно, я понимаю, вы работаете, наверное, 100% удаленно. Правильно? Сейчас, да. 99%. С людьми. У вас, наверное, люди тоже из разных стран. Вы говорите с ними по-русски, наверное, да? В основном. И по-русски, и по-английски, и разные люди совершенно отовсюду. То есть вы реально не видите человека? То есть он сначала покрутится перед камерой, покажет вам такие размеры или это не так работает? А потом он должен что? Он должен сантиметром мерить объем талии, объем бедер или что? Или вы работаете чисто на доверие? То есть если он вас обманет, он хуже себе сделает? Ну, конечно, он хуже себе сделает. И, разумеется, перед консультацией я запрашиваю, если мы говорим про первую консультацию, во-первых, опять же, в соцсети мы обычно друг на друга подписываемся, я смотрю, чем человек живет, насколько он активный. И, разумеется, я получаю информацию о весе, росте, о возрасте, то, что мне нужно определить уровень энергетического баланса, то есть сколько человеку нужно, в принципе, есть. И чтобы понять, насколько он overweight, или же мне, если он откровенно недоедает и хочет худеть, то я могу отказать в консультации. У меня такое часто бывает. поэтому... А вы можете, я не знаю, может быть, это, конечно, слишком уж частный вопрос, а может и нет. Вы можете рассказать, чем вы питаетесь в такой типичный день? Да, конечно. Типичный день. Завтрак, обед, ужин, пожалуйста. Завтрак, у меня был салат, у меня обычно в холодильнике полхолодильника это овощи. И всегда есть что-то белковое. И муж не жалуется на это, или он не имеет права жаловаться? Немножко сейчас собираю вперед. Мы развелись, но просто мы когда приехали в Дубай, мы были женаты. Сейчас мы уже живем отдельно. А так, конечно, если говорить про когда мы жили вместе, я готовила отдельно для него, для себя. Иначе я набирала... Давайте тогда о себе. У вас салат был утром. В салате были какие-то белки или не было? Конечно. У меня был фета. Фета-чиз, сыр белый. Фета-чиз, да. Греческий. Да, да. То есть он, опять же, у меня зависит от настроения, от пищевых привычек. Я сейчас живу по интуитивному питанию, потому что могу себе это позволить. Я знаю, что я не буду переедать, питаясь интуитивно. Если я хочу салат, я ем салат. Вот сегодня я поела салат с фета-чиз. Хлеб был? Нет, хлеба не было. Я просто ужинала очень хорошо. У меня такой салат, это легкая закуска, легкий разгон с утра. А как насчет ужина дай врагу, это не правда? Нет, это все зависит от пищевых привычек. Я, например, люблю есть хорошо и много вечером. Хорошо. Вы поели салат, там, может быть, кофе выпили, да? Булочек никаких не было с кофе. Нет. Вкусный какой-нибудь круассан. Нет, я не ем это, не люблю. Не верю. То, что вы не едите, верю, а в то, что не люблю, не очень верю. Нет, я не люблю. Круассан не верю. Вы не любите никакое пирожное вообще? Люблю. У меня есть любимое пирожное. Анна Павлова. Это безе с клубникой. А что бы вам Анну Павловну Павлову с утра не съесть? Нет, нужно ехать в специальный ресторан, где готовят именно этот десерт. У вас в Дубае готовят десерт Анна Павлова? Конечно, да. Понятно. Хорошо. Это было утром. Когда это было? В какое время? Часов в девять, наверное. Окей. Обед, ланч. Обедала я в гостях. Я поехала к друзьям. И они готовили праздничный стол в честь масленицы с блинами, с икрой, с салатом фатуш. Это салат арабский. Зелень в основном рыба. Ну и там я уже так хорошо поела. Я вот не знаю, готова ли еще что-то сегодня есть. Вот еще, что мне пришло в голову. Не боятся ли вас вообще приглашать в гости? Потому что, если мы приглашаем в гости, мы накрываем стол, как там есть то, что мы едим. А тут, вот, если мы Аню пригласим, это же ей надо специально, она это не будет, то не будет. Может, ее вообще лучше не приглашать? Мне кажется, что боятся, особенно если, ну, те, кто меня знают, я абсолютно пропагандирую разнообразное питание и ешьте, если вы укладываетесь в ваш мид калорий. Даже если сегодня вы в честь праздника и переедите, ничего страшного, если вы завтра немножечко там ограничите себя. Но вот если говорить про людей, которые меня впервые видят, я думаю, что они однозначно чувствуют определенный дискомфорт. Но в этом случае я начинаю налегать на еду, чтобы люди думали, что, ну, как бы я человек, я пытаюсь не только... А может приходить в гости со своими баночками, коробочками, со своей едой? Сказать, ты не волнуйся, я приду, я там в уголочке сяду, да, и свое поем. Нет, я ем абсолютно все, я вообще как бы человек, то есть все есть. Хорошо, то есть обед произошел, а вечером что будет? Или было? Не знаю пока, я, возможно, ничего не буду. Вчера был вечер. Вчера был вечер, вечер был с пиццей. Пицца? Да. Да, пицца. Ужас, ужас, ужас. Нет, не ужас, почему? Далеко не ужас. То есть пиццу можно. Сколько примерно килокалорий вы в день потребляете? Вам, конечно, особо считать не надо, вы можете прикинуть, правильно? 1800. 1802. Вы не занимаетесь никакой такой тяжелой физической работой, или может быть вы в джиме не занимаетесь тяжело? Сейчас в джиме не хожу, но я, бывает у меня дни, я много очень гуляю, и прям по 17 километров могу на 2 часа-3 гулять. Это много, да. И тогда я понимаю, что у меня вот мой расход энергии может и 2500 килокалорий быть. То есть вы чувствуете голод? Да, конечно. Но я и ем. То есть если я много потратила, я могу себе позволить и поесть. И еще такой вопрос, я не уверен, это конкретно с вашей профессией связано или нет. Но иногда бывает, но я по себе знаю, не только по себе. Вот идешь, 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 там все нормально, вдруг слабость начинается. И я понимаю, что у меня какой-то упадок сахара, я чувствую, что мне хочется выпить какой-то сладкий сок. Хотя обычно я его не пью. Что это значит, если вы можете мне объяснить? Я могу прокомментировать мое предположение, потому что, возможно, еще какие-то другие причины этому состоянию. Предположу, что это может быть гипокликемия, когда падает уровень сахара в крови и действительно может появиться головокружение. Тогда нужно обязательно выпить что-то сладкое, съесть. И как это работает? Почему, если я выпью что-то сладкое, мне станет лучше? Потому что углеводы, быстрые углеводы, если мы еще говорим про жидки какие-то, они очень моментально всасываются, и тогда у нас в крови начинает циркулировать сахар, и он нам необходим. То есть сладкий яблочный сок или апельсиновый сок или еще какой-нибудь такой. То есть то, что я понимаю интуитивно, вы понимаете, почему это работает, да? Конечно. Если мы говорим про людей, которые тренируются в зале, они очень много, если, например, очень плохо поесть перед тренировкой, пойти в жиль, и может такое состояние случиться, тогда тренер обязательно даст прям тут же конфету, чтобы человек пришел в чувство, потому что уровень сахара очень упал, запас гликогена в печени и мышцах был уже внизу, на нижних границах. Человек может почувствовать вот это состояние. И оно, кстати, очень опасно является. Не стоит до такого доводить. Нужно есть. Я хочу, чтобы вы мне еще одну вещь прокомментировали. Человек, который нас познакомил, чтобы мы связали, чтобы мы сделали это видео, он много очень занимается, в хорошей физической форме. И когда я захожу к нему на Инстаграм, я вижу, с каким удовольствием он там возьмет тарелку, там будут стейки, там будет картошка, гамбургеры, вот такое. Возникает вопрос, чего ходить в зал, потерять там, скажем, тысячу калорий, если ты потом садишься и тут же ее набираешь назад. Ну, вот этот человек, он относится к тем людям, которые любят хорошо поесть и любят хорошо позаниматься. Соответственно, если он не будет заниматься, то ему нужно будет мало есть, чтобы держать в себе форму. А он не хочет, он считает и то, и другое, это удовольствие. Конечно, именно поэтому он занимается, потому что он может, он, скорее всего, я предположу, любит поесть и вкусно. Я тоже подписана на его Инстаграм, с удовольствием смотрю все эти барбекю. то он может и заниматься, он любит и то, и то. Это, знаете, это закон сохранения энергии. Мы должны тратить ровно столько, сколько мы потребляем. Соответственно, если я люблю поесть, то, конечно, я знаю, что мне тогда нужно будет хорошо заниматься. То есть, моя активность должна соответствовать моим желаниям вкусно поесть. То есть, в принципе, можно так сказать, что делай все, что хочешь, но знай, что если ты, если бассейн из этой трубы втекло 200 литров, то из этой трубы должно вытечь 200 литров. Если это не будет, то бассейн переполнится. Именно так. Но это должно быть постоянно. То есть, должно быть привычкой тратить, держать определенный уровень активности и определенный уровень пищи, которую мы потребляем. Люди, которые ходят в Дубае по улицам, они как вообще? В основном полные или в основном худые в Корее? Как вы считаете? Очень сильно отличают. У нас здесь полный интернационал, потому что люди из Индии, из Европы и местные присутствуют. Если мы говорим про европейцев, очень многие бегают. Слава Богу, здесь Марина, много площадок для спорта. Разумеется, люди подтянутые. Дальше отдельно я хотела бы вынести людей веганов. Я думаю, понимаете, о ком я говорю, о какой нации. Потому что они недополучают. Они не едят мясо. Они едят мясо, они недополучают и, к сожалению, я так полагаю, что они не знают, как добирать нужную норму белка. Ну, прям такая цивилизация древняя, они не знают, где белок взять, если не в мясе. Ну, я сейчас говорю про людей из Индии, им реально сложно, они едят рис с рисом, условно для меня это получается так. Потому что у меня есть люди, которые веганы. Бобовые какие-то они едят, наверняка, это же белок. Да, конечно. Но это белок. Но они не всегда добирают свою норму. Гораздо сложнее набрать. То есть вы не считаете, что быть вегетарианцем или крайняя форма веганом это правильный путь к победе? Это путь, но нужно подходить с умом. Нужно тогда знать, как управлять своими КБЖУ, то есть белками, жирами, углеводами. Просто многие не знают и не понимают, что не добирают. Ну и еще вот такой вопрос. С возрастом я заметил, что чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется есть мяса. Последние годы я ем в основном рыбу. Мяса я ем очень мало. Это как-то объяснимо и является рыба полным заменителем для мяса. Изменить пищевых привычек это нормально. Вообще, в принципе, в течение жизни кто-то отказывается от хлеба, кто-то отказывается от молочных продуктов. Я, конечно, не поддерживаю какие-то кардинальные изменения, но это просто вам нравятся, может быть, какие-то вкусовые предпочтения, мясо не очень заходит. Но я не могу сказать, что это прям полная замена. Все-таки есть основное правило, которому я рекомендую придерживаться всем. Питание должно быть разнообразным. Да, вы можете без мяса, но вы тогда ешьте белки из других продуктов, из курицы, например, из рыбы, из кревета. То есть максимально разнообразьте остальные ингредиенты. мне нравится вообще ваш подход, не то, что я прям собираюсь стать вашим клиентом и начать садиться на диету, мне нравится ваш подход, что вы не являетесь таким как бы нациком, нацистом. Таня, вот так надо, а так правильно и все. вы все время, вот сколько я не задаю вам вопросов, я со многими людьми разговариваю, я как бы уже понимаю и чувствую, мне кажется, вы человек аккуратный и не хотите бросать людей в такие крайности, да? У вас такое подход? Не работает. Это и не работают крайности. Более того, от меня, кстати, многие сбегают, когда я начинаю говорить, что ну, почему, почему, Анна, ты не запрещаешь нам есть там то-то? Я говорю, ну, потому что это неплохо. Нет, все же запрещают есть там молочку. Ты не слышала, что глютения это вред, это вообще и так далее. Но я-то ориентируюсь на рекомендации институтов питания, Всемирной организации здравоохранения. Там никаких таких предрассудков, что нужно что-то срочно исключать, это нельзя, нету никаких рекомендаций, вы их нигде не найдете. Вот, поэтому, да, я такой добрый, может быть, с видом трициолог, но дисциплина у меня строгая. Понятно. И сколько, примерно, если кто-то хочет с вам записаться, вы говорите, вы будете с ним заниматься, такие сессии на Zoom или как-то, скажем, два раза в неделю, сколько типично, типичный случай, сколько человек к вам ходит, ну, не ходит, а вот с вами занимается вот так два раза в неделю и потом наступает какой-то момент и он говорит, ну, спасибо, Аня, теперь я сам, спасибо, ты мне научила, как надо, как не надо. See you later. зависит от первоначального уровня, потому что, если ко мне приходит спортсмен, ему просто достаточно услышать, все ли он правильно делает, есть ли какие-то, чем-то дополнить, какие-то подсказки, да, это, разумеется, одна консультация, все, давай, может, если будут какие-то вопросы, обращайся снова, там, через месяц, через полгода. бывает так, что люди уже подкованы, им нужно буквально две-три консультации, и они уже, то есть они уже прошли определенный хороший путь, просто, опять же, поднастроить. Но если вот говорить про самый обычный, стандартный вариант, когда человек замотивированный, но он не знает, что ему делать, вот он пришел ко мне только с мотивацией. Обычно это месяц, потому что, опять же, консультации два раза в неделю, потому что я знаю, что это работает, человек не успевает устать от консультации, но не успевает расслабиться. Извините, я должен взять. Одну секунду. Алло? Да, пожалуйста, отправь ее сюда. Спасибо. Извините, да. То есть месяц, достаточно месяца, чтобы человек уже привил свои привычки, то есть общевая привычка, любая привычка, она две-три недели закладывается. Это я просто по опыту смотрю. Месяц достаточно, но консультации должны быть раз в три-четыре дня, чтобы человек не успел расслабиться, но и не успел надоесть, чтобы это было целесообразно. Да. Вот это вот, да. Ну и напоследок, Аня, я, естественно, я не готовился, я вообще никогда не готовлюсь к никаким интервью. Я спросил все, что мне пришло в голову, и на все ответили. Есть ли что-нибудь, что я вас не спросил, а вы считаете, что надо было об этом сказать? Конечно, я не говорю о том, что я, конечно, ваши координаты оставлю в описании видео. Если кто с вами захочется связаться напрямую, пожалуйста, ребят. Да, наверное, да. Наверное, да что? Я думаю, что такое. Я не знаю, все-таки у меня бэкграунд в частях, я приложение свое создала для подсчета калорий. Пользуйтесь, оно бесплатное. Телефонное или на вебе? Для iOS, для iPhone, а сейчас в процессе разработки на Android. Мега классная вещь, и там, собственно, может быть, даже я и не нужна буду. То есть вы сделали такую большую базу продуктов, и везде расписали цифры, сколько калорий, где, да? Человек может сам для себя почитать. Человек заходит, ставит свою цель, вводит свои данные, вес, рост, активность, и приложение высчитывает, сколько ему нужно чего съедать. Можно составлять свои списки продуктов, можно пользоваться общей базой, можно составлять планировать свой рацион, то есть чтобы все вписывалось. Можно по факту уже вносить, что съел. Очень удобно. Я прям горжусь, потому что, когда эта идея пришла в голову, я не могла пользоваться известными всеми MyFitnessPal. То есть видите, физтех все-таки неплохое учебное заведение. А в вашем в этом приложении есть ли возможность поставить себе цель? Потому что цель-то ведь у всех разная, может быть, у меня может быть цель сбросить 10 килограмм, а у кого-то сбросить 2 килограмма. Вы можете хотеть хоть 10, хоть 20 сбросить, но приложение вам не позволит сбросить, настроить дефицит калорий таким образом, чтобы вам навредило. У меня есть определенные лимиты, ну и как я называю, защита от дураков, что ли, когда люди хотят есть ничего, то приложение не позволит настроить таким образом, чтобы было очень-очень низкое количество калорий, например. или же как-то неправильно сбалансировать свои макросы, вот эти белки, жироуглеводы. Так что, да, это я считаю, что очень полезно и многие как раз говорят, ну отлично, я теперь буду сам все этим делать и у меня так еще лучше даже заходит, чем просто вот от руки записывать дневник. Вот, еще я очень хочу вообще людям пожелать всем, знаете, бывает так, что мы жалеем о чем-то в жизни и я считаю, что привести себя в форму, встать на путь здорового образа жизни, это лучшее, что мы можем сделать для себя сейчас, потому что чем больше мы будем оставаться активными, чем больше мы будем иметь хороших пищевых привычек, тем дольше качественнее мы будем жить и, к сожалению, ну я, наверное, это поняла, когда мне было там 30 лет. Кто-то к этому приходит в 40, в 50, кто-то в 20, я желаю, чтобы просто люди на земле к этому приходили как можно раньше, потому что это реально имеет большое значение, которое мы не даем сами. Я хочу зацепиться за одно слово, которое вы сказали, вы сказали, что люди иногда жалеют. и я кто-то сказал, и я с этим утверждением согласен, когда люди о чём-то жалеют, что было в своей жизни, что они сделали. Чаще всего люди жалеют не о том, что они сделали, а о том, что они не сделали. И вот смотрите, дорогие товарищи, друзья, дамы и господа, не пожалейте, что вы не связались с Аней и не сказали Аня, посоветуй, как мне стать ещё лучше, и чтобы на рынке, на каком рынке вы бы не находились, это может быть рынок замужества, это может быть рынок, у нас здесь, например, в Штатах важен внешний вид и при устройстве на работу то же самое, а может вы захотите в космос лететь, скоро уже будут набирать людей гражданских, то есть, чтобы вы не пожалели о том, что вы этого не сделали. Попробовать всё-таки мне кажется стоит, правильно? Конечно, это здоровье. Всё, Аня, большое спасибо, вы мне в телеграме отправьте те координаты, которые вы хотите, чтобы я поместил всё в видео, а я как только его опубликую, вам тоже самое ссылочку на него отправлю, хорошо? Хорошо. И ещё моя к вам просьба, люди, если будут оставлять комментарии, поглядывайте туда и отвечайте, если вам есть что ответить. конечно, с удовольствием. Спасибо. До свидания. Счастливо. Счастливо.